Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин, затронем объемы и затронем денежный поток. Это самое главное, что есть вообще у любого актива. Денежный поток и объемы. И на этом жиждится абсолютно все. Это краеугольный камень, если хотите, для роста или падения любого актива. Также мы поговорим про такую вещь, как безработица, да, и как это повлияло, исходя из того, что я писал сегодня в своем телеграм-посте. И поговорим про Кингфишер Картер ликвидации и очень любопытный момент. Самый первый. Еще раз. В своем телеграм-канале я описываю сегодня ночью, очень скрупулезно, подробнейшим образом, мое видение, что может случиться сегодня, то есть за благовременно. Соответственно, объясняя вам, что будет, если безработица будет негативная, и что будет, если будет позитивная. Соответственно, у нас выходят позитивные новости. И это негатив для рынка. Более подробно подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я описываю массу всего интересного подробно. И лучше читать эту информацию с первоисточника, а не копипаст в других телеграм-каналах. Ну вот смотрите, самое что забавно. Я пишу, если у нас данные будут позитивные. Соответственно, я предполагаю снижение на 1-3% плюс-минус. Ну, соответственно, еще свечка не закрылась. Но, внимание, на сколько же мы упали? 1% как минимум уже есть. Окей, окей, окей. И я нестандартным ключом пойду. Смотрите, Кингфишер. И кто же начал продавать? Кто это начал девелать? Я же пишу, что потому что паника на рынке. Это делает маркет-трейдеры. То есть вы. Вот, смотрите. Здесь интерес к биткоину на деривативах. Это вы. Вот что произошло. Именно они слили активы после этих новостей. Паник сайл. Круто, правда? Так и должно быть на медвежьем рынке. Поэтому ничего удивительного. Я лишь улыбаюсь, потому что кто же еще будет продавать? На споте лишь небольшие распродают. И коль мы уже затронули сразу Кингфишер, то интерес на споте китов обратить внимание нулевой. Абсолютно нулевой. А если говорить по карте ликвидации, то все равно шортовики обнаглели. Вы помните, когда я говорю лонговики обнаглели? Их зачастую подрезали. Поэтому если мы будем говорить, вот посмотрите, пожалуйста, да, вот в точке, где мы находимся. Лонговиков могут подрезать в рамках коррекции 4 часов, исходя из этих новостей, паник сейла вот этого временного, до, как вчера и называлась цифра, 16500. Пересмотрите видео, кто этого не слышал. Поэтому действительно все имеет место быть. Если говорить про шортистов, которые обнаглели, все вот так же. Те же самые цели, да, 17,060 минимальная цель и максимально описанная 17,280. Все осталось там, где и есть, поэтому все имеет место быть. Ну а если поглядеть на ликвидации Optical, то есть большие плечи в моменте, вот они, позалетали до 16,760, возвраточка, да, но вот эта вот компания, вот она может быть вплоть до тех же 17,60, как мы уже писали, вот эта минимальная цель лонговая. Ну и еще раз, 16500, да, вполне реалистично на ликвидациях добрать вот этот вот кусок, если они захотят, исходя из паник сейл, исходя из новостей, исходя из числа первичных заявок на получение пособий по безработице. Да уж, не сложно было это предугадать, идем дальше. Перед тем, как мы поговорим про объемы и денежный поток, мы можем увидеть формирование такого паттерна, как алмаз. Он просматривается на дневном таймфрейме, но его удобнее чертить по теням на 12-часовом таймфрейме. Так вот, если мы его построим по теням, раз, соответственно, второй, два, третий, как вы видите, момент, и, соответственно, четыре. Четвертого мы еще не знаем, на самом деле здесь неизвестно. Может быть, закол, прокол, то есть он может упасть именно вот в эту горизонталь, да. Давайте будем вернуть свой анализ, возьмем 16500, будем за ним наблюдать. Так вот, если это случится, действительно сопля не выйдет за грань, то мы можем иметь потенциал вот этого алмаза, который можно переставить в точку пробоя. Если пробой будет, как правило, 70%, что пробивается алмаз в обратную сторону, то есть вот сюда, вверх, 70% точки пробоя. То есть, как минимум, на этой свече уже маловероятно. Предположим, это будет на следующий. Соответственно, это полная 100% возвратка к чему? Вот к этой горизонтальной линии. Если вы включите CPR линии, вы увидите, что это не что иное, как 100% первая CPR линия. То есть, это полный камбэк. Более того, это сопряжено с глобальной наклонной нисходящей линией. Вот эта точка. То есть, технически, если действительно мы получим подтверждение данной тени, данной грани нижней, это будет 100% алмаз в классическом исполнении. Соответственно, у нас будет 70% на возврат. Поэтому, важная зона сопротивления. Раз, CPR линия. Два, наклоночка. Три. И еще проверим Fibonacci. От начала импульса к его концу. Соответственно, это не что иное, как 100% коррекция по 0,618. Ну, просто не подогнать, просто ничего не придумать. Вот он технический анализ. Поэтому, мы на нем всегда зарабатывали и будем зарабатывать. И самое главное, что вход всегда, только всегда в пробой. Конечно же, мастера усреднения могут полагать, что 70% отрабатывают. И поэтому, за благо времени на прикасание грани могут себе позволить заход на 1,5% от депозита с пятым плечом. Поэтому, безусловно, локально я ставлю на пробой этого алмаза вверх. То есть, два сценария. Алмаз 70% вверх и 30% вниз. Поэтому, я ставлю на 70% вверх. Если он отыграет вверх, я молодец. То я прав. Если мы пробиваемся вниз, я публично заявляю, что локально я ошибся. Но это не должно стать для вас финсоветом. Поверьте, вы все равно сделаете все не так и все неправильно. Лучше просто наблюдайте или торгуйте теми знаниями, которые у вас есть. Но вот эти идеальные совпадения просто шедевральны. За что спасибо ТА. Поэтому, наблюдаем. Теперь, что касается объемов. Соответственно, на дневном таймфрейме, обратите внимание, большие объемы. Это вот это большие объемы. А это ничтожество. Это ничтожные малые объемы. Соответственно, на таких ничтожных объемах невозможно долетать даже до 15800-1600. О чем это говорит? О том, что если при каких-то обстоятельствах будет манипуляться в виде только продаж, без покупок. И мы кольнем еще ниже. Соответственно, объемчики будут тут небольшие. Мы получим острую конвергенцию, которая точно будет отработана вверх. Это было, есть и будет. Уже доказано мной, вам не раз. Плюс ко всему, сигнальная линия у нас находится сейчас уже в горизонте. Если все будет хорошо, мы получим в шею гуся. О чем это говорит? О том, что объемы на продажу снижаются. Но в этой ситуации объемы на покупки должны повышаться. Соответственно, мы должны, но не обязаны, будем получить действительно этот рост. Что подтверждает мою логику и мнение по алмазу. Если поглядеть более локально, 12-часовой таймфрейм, вы тоже видите. Объемы на продажу уменьшились. Мы получаем с вами горизонт и уже легкий загиб в шею гуся. То есть, опять, практически на 12-часовом таймфрейме мы можем получить с вами ближайшие свечи движения вверх. То есть, положительные объемы. Что должно за собой толкнуть тот же самый дневной таймфрейм. Если поглядеть на двухдневной таймфрейм, но он обновится у нас через 7 часов. То есть, он старина, друг. То есть, мы получали шею гуся вниз. Да, это правда. Из той свечи, которую мы сейчас имеем, скорее всего, у нас тоже есть некое движение вниз. Но, обязательно нужно смотреть еще и вкупе с трехдневным таймфреймом. Смотрим. Трехдневный таймфрейм у нас имеет лост фазу роста. Трехдневный таймфрейм обновится завтра. Соответственно, мы всегда двигаемся за более старшим таймфреймом. Так вот, мы имеем на сегодняшний момент снижающиеся объемы на покупку. Имеем положительные объемы, которые две свечи подряд нарастают. Если эта тенденция продолжится, то двухдневный таймфрейм может из себя выдавить примерно вот такое движение. Но нужно быть честным. Трехдневный таймфрейм тоже может из себя выдавить вот такую вещь. Если что-то произойдет неординарное. Я уже заявлял неоднократно. Только какие-то неожиданные новости. Например, биржа Binance соскамилась. Но пока по объемам вы сами все видите. Я показываю то, что есть. Четырехчасовой таймфрейм действительно пошел на локальную коррекцию. Она была сама по себе. Но вот именно вот этот паник сейл, исходя из новостей, ее немножечко ускорил. Кап получаем. Поэтому мы можем пойти по пути, как это было предположим с 9 декабря, да, по 12 декабря. Но на текущий момент констатируем факт. Мы находимся в острой фазе падения локального в рамках четырех часов таймфрейма. Но напомню, что 12-часовой таймфрейм потихонечку, помнимечку в разворот уходит. А дневной таймфрейм крайне зависит от 12-часового. Недельку будем судить по следующему понедельник. Но я уже писал в своем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. И прикладывал скриншот, что у нас, как вы видите, объемы на продажу снижаются. Что тоже говорит о позитиве. Как это было и здесь, что собственно было мной и предсказано. Вот этот локальный рост на недельном таймфрейме. Поэтому объемы не обманут точно. И теперь денежный поток. В принципе, они между собой похожи. Но давайте пощелкаем по-быстренькому. На дневном таймфрейме вы видите, что у нас денежный поток находится в рамках коррекции. Абсолютно верно. Двухдневный таймфрейм имеет сужение. Но это сужение не всегда говорит о падении. Но это подтверждает вот эту шею гуся на двухдневном таймфрейме по объемам. Потому что объемы манифлум, естественно, они между собой связаны. Но трехдневный таймфрейм, как вы видите, нам выдает движение вверх. То есть у нас было пересечение. Возможно, это может быть в виде шума. Но на текущий момент я говорю то, что вижу. И вы это видите сами. Недельный же таймфрейм у нас действительно имеет восходящую структуру. И находится в расширяющейся фазе манифлума. Если мы будем говорить про денежный поток в виде индекса. Не путайте. Они различны бывают. То мы имеем вот эту изящную коррекцию. А 12-часовой таймфрейм имеет рост. Опять подтверждение нашей логики. Исходя из объемов, которые мы только что обсуждали. Да, то есть разворот. А здесь возможный переход в горизонталь. Что касается двухдневного таймфрейма. Точно так же шея гусяна есть. Справедливо. Абсолютно верно. Трехдневный таймфрейм наоборот. У нас потихоньку растет. Выходя из зоны медведей. Двигаясь вверх. То есть старший таймфрейм для нас важен. И вишенка на торте. Недельный таймфрейм. Индекс манифлоу у нас возрастающий. Соответственно мы получили коррекцию от зоны быков. Отброкинутый вниз. И мы сейчас идем на второй тест. Поэтому манифлоу наше все. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк и ставьте комментарии в описании под видео. Есть три замечательные биржи. Битгет. Байбет. Фемикс. С нулевой комиссией на споте. К слову на бирже битгет. В феврале месяце я буду проводить очередную денежную. Акцию. Поэтому спешите регистрироваться. Более того. Сейчас проходит лаунч пул на монетку Тон. Есть смысл заработать. И помните. Что очень хорошо и выгодно быть трейдером. Кроме того. Что у вас очень много денег. Так вы еще и свечей ректальных не боитесь. Потому что чего бояться ректальных свечей. Страшнее их только свечи. Противоположные по цвету вашей лонки или шорт позиций. Всего доброго. Увидимся.